Всем доброго дня, это Гелиос Сар и История просто. Всеобщая новейшая история, 9 класс, за авторством ОС и ООСа Рока Цупа. Параграф 31. Страны Азии и Африки в современном мире. Чем можно объяснить экономические успехи Японии в 70-е годы 20 века, Китая и Индии в начале 21 века? Япония с самого начала, с реставрацией Мэйдзи, сумела использовать самые лучшие западные наработки и самые лучшие свои японские традиции. Совместив все это, Япония добилась большого успеха. В 70-е годы Япония просто поняла, что нужно строить не колониальную империю, а использовать имеющиеся возможности, то есть максимально производить и торговать. Японии это существенно помогло. Так что к началу 21 века Китай и Индия, по сути, просто начали повторять японский опыт, то есть сплав западных традиций, вернее западных технологий с внутренними традициями. Плюс все это наложилось на то, что Япония, вернее Китай и Индия, они гораздо больше и намного более богаты ресурсами. Деколонизация. До Второй мировой войны в колониях и на подмандатных территориях проживало свыше третье население мира. Тогда колониальные империи были незыблемы и заменить владельца можно было только силой. Ситуация изменилась после Второй мировой войны. Великобритания в 1947 году признала независимость Индии, Пакистана, а также Бирмы, Цейлона и ряда своих других азиатских колоний. Франция упорствовала в попытках сохранить колонии, но потерпела поражение в колониальных войнах во Вьетнаме в период с 1945 по 1954 годы и в Алжире с 1954 по 1962 годы. Итальянские колонии были взяты под опеку ООН, а затем получили независимость. Ливия в 1951 году, Сомали в 1960 году. На Ближнем Востоке после распада Османской империи некоторые арабские страны формально обрели независимость. Египет в 1936 году, Ирак в 1932 году, но другие были поделены по мандатам Лиги наций между Францией, которая забрала себе Сирию и Ливан, и Англией, которой ушла Транс-Иордания. То есть это современные Израиль и Иордания. В 1945-1946 годах Франция и Англия отказались от мандатов и военного присутствия в регионе Ближнего Востока. Трудной оказалась палестинская проблема. Англия отказалась от мандата на Палестину и ООН приняла резолюцию о создании на этой территории арабского и еврейского государств. В 1948 году еврейское государство было создано, а вот арабское нет. Началась гражданская война, в которую оказались вовлечены арабские государства и великие державы. Борьба за создание арабского государства на территории бывшей Палестины продолжается, но все больше и больше становится понятным, что пока у Израиля существует серьезная внешняя поддержка и защита никакого палестинского государства на территории Палестины создана не будет. Правда и самому Израилю там живется достаточно тяжело, так как Израиль государство очень маленькое и пока есть защита у Израиля со стороны США, Израиль живет спокойно, но к 2020 году США ослабели и Израиль все больше и больше беспокоится о своем будущем. Затем процесс деколонизации переместился в Африку. 60-е годы назвали Годом Африки. Здесь речь шла прежде всего о создании нескольких десятков национальных государств на месте французских и британских колоний в тропической Присахарной Африке. На юге Африки в середине 70-х годов завоевали независимость Ангола и Мозамбик. Процесс деколонизации завершился созданием независимой Намибии в 1990 году. Почему произошел столь сокрушительный развал колониальной системы? Можно отметить ряд важнейших причин. Оздоровление мировой обстановки в связи с победой демократии над фашизмом и тоталитаризмом, нежелание народа в колонии жить в неволе. Две сверхдержавы СССР и США выступали против колониализма, хотя и с разных позиций. Мое личное мнение, что на самом первом месте в причинах развала колониальной системы было желание Соединенных Штатов. Причем желание США, которое совпало еще и с желанием СССР. То есть именно то, что США в полном объеме поддержали развал колониальной системы и поспособствовало, собственно говоря, этому самому развалу. Если бы США были против, скорее всего Африка бы оставалась под контролем европейских стран. Выбор путей развития. В послевоенном двухполюсном мире первоначально проблема деколонизации и модернизации нередко была связана с выбором социалистического или капиталистического пути развития. Эти две модели развития представляли крупнейшие страны мира – Китай и Индия. В 50-е и 60-е годы свыше двух десятков стран избрали социалистическую ориентацию, другие пытались применить вариант западноевропейской парламентской демократии. Деколонизация в Африке сопровождалась международными и внутриафриканскими межгосударственными, расовыми и межплеменными конфликтами. В большинстве новых государств власти оказались военные диктатуры или авторитарно-монархические режимы, и социалистическая ориентация и парламентская демократия не привились на африканской почве. В конечном итоге последствия применения опыта реального социализма оказались отрицательными. Процесс догоняющего развития определился в 70-е и 80-е годы. Выбор путей развития и скорость преобразований зависят от региональных культурно-цивилизационных особенностей. Таких культурно-цивилизационных регионов в Азии и Африке три. Азиатско-тихоокеанский регион, так называемый АТР, с конфуцианскими традициями Китай, Япония, Корея, Тайвань, Вьетнам, Сингапур. Здесь вот еще указан Гонконг, но к 2020 году Гонконг потерял большую часть своей автономии и уже стал практически просто небольшой частью Большого Китая. Вот и все. Индо-буддийский мусульманский регион, Индия, Пакистан, Юго-Восточная Азия, Шри-Ланка, Индонезия и т.д. Арабо-мусульманский регион, Ближний Восток, Афганистан, Ирак, Иран, страны Магриба. Азиатско-тихоокеанский регион, АТР, за последнюю четверть 20 века превратился в мощную мировую экономическую силу с центром в Японии. Гонконг, Тайвань, Сингапур, Малайзия, Южная Корея, Молодые Тигры совершили скачок в экономическом развитии. Мусульманский мир, обширная по территории зона влияния ислама, одной из великих религий. Регион охватывает Североафриканское Средиземноморье, страны Магриба, Ближний Восток, страны Среднего Востока, Иран, Пакистан, Афганистан, частично Юго-Восточную Азию в виде Пакистана, Бангладеш, Индонезии. В этом регионе определились две основные модели взаимодействия внешних влияний и исламской традиции. Первая модель. Ее особенность в том, что традиционные исламские структуры, испытывая воздействие европейской цивилизации, вынуждены приспосабливаться. По этому пути развивались Турция, Египет, Аужир, Пакистан. Эти страны заимствовали опыт Запада в политике и экономике. В них появлялись умеренные исламские партии, принимающие ценности демократии, а исламские фундаменталисты преследовались. Вторая модель. В этой группе стран Иран, Афганистан, монархии Персидского залива. Определяющим фактором развития является традиционный ислам. Так, в Иране после исламской революции 1979 года действуют шариатские суды, полномочия парламента ограничены, швидское духовенство контролирует общественную жизнь. Но даже при всем при этом, жить в Иране несколько проще, чем жить, например, в какой-нибудь Саудовской Аравии. Да, в Иране жизнь достаточно бедная, в отличие от Саудовской Аравии. Но при этом женщины в Иране, несмотря на весь ислам, имеют больше прав, чем в Саудовской Аравии. Арабская весна. В декабре 2010 года в Тунисе начались протесты, вызванные коррупцией властей, произволом полиции, бесправием населения. Затем массовые выступления охватили все арабские и мусульманские страны. В Ливии и Сирии начались гражданские войны. Народные движения привели к падению авторитарных режимов в Тунисе, Египте, Ливии и Йемене. В других странах региона власти привели демократические реформы сверху. Чушь полнейшая. Не было никаких абсолютно демократических реформ сверху в разных странах. Например, в Саудовской Аравии, в Иордании не было. Там никаких демократических реформ. И никто их проводить не собирался. Эта арабская весна привела только к страшнейшим потерям. Ни одна из стран, где эта арабская весна произошла, никаких прибылей не получила. Наоборот, это чуть не привело к гражданской войне на огромной территории Северной Африки. От Ливии вообще практически ничего не осталось. В государстве бушует гражданская война. То, что возникло в Сирии, этот чудовищнейший совершенно ИГИЛ, потребовалось вмешательства великой державы в виде России, чтобы уничтожить их, совершенно чудовищнейшую угрозу. Поэтому арабская весна была катастрофой для стран исламского мира. Назовите причины и этапы деколонизации после Второй мировой войны. Причинами было то, что, во-первых, ряд народов, например, в Азии, они не желали быть колониями европейских стран. Второе, то, что уничтожить колониальную систему, очень даже были не против и СССР, и Соединенные Штаты Америки. Это повлияло на то, что колониальная система начала распадаться. Первыми из колоний стали выходить разные подмандатные территории, вроде Ирака, Египта. Но это были еще 30-е годы. А после Второй мировой войны, одной из первых независимость получили такие страны, как Индия, Пакистан. Потом уже в 60-е годы, вернее, 60-й год стал годом Африки, так как в 60-м году в Африке возникло огромное количество независимых государств. Каковы особенности выбора путей развития в освободившихся странах Азии и Африки? После развала колониальной системы и обретения независимости у стран Азии и Африки возник вопрос, куда идти? По капиталистическому пути развития или по социалистическому пути развития? Интересно, что большая часть азиатских стран выбрала как раз-таки социалистический путь развития, в то время как большая часть африканских стран предпочла капиталистический путь развития. В принципе, и в 2020 году Вьетнам, Шри-Ланка — это социалистические государства. Интересный такой момент. Охарактеризуйте три культурно-цивилизационных региона в Азии и Африке. Первый — это так называемый конфуцианский регион, Япония, Корея, Китай, Вьетнам. Второй — это так называемый азиатско-тихоокеанский регион. Второй регион — это индобуддийский регион, Индия, Пакистан, Шри-Ланка, Бангладеш, Бирма, Индонезия. К третьему можно отнести — это исламский регион, то есть Афганистан, Пакистан, Иран, Ирак, страны Северной Африки вроде Алжира, Ливии, Египта и, разумеется, страны Ближнего Востока, включая Саудовскую Аравию, Йемен, Оман и так далее. Сравните особенности модернизации в азиатско-тихоокеанском регионе и странах мусульманского мира. В странах мусульманского мира модернизации как таковой особо-то и не было. Эти страны живут по своим, в немалой степени, мусульманским законам. И процветание этих стран в большей степени обеспечено большим объемом природных ресурсов, конкретно нефти, за счет которой эти страны и обеспечили свое процветание. Но что с этими странами будет, когда нефть закончится, это достаточно большой и интересный вопрос. В свою очередь в азиатско-тихоокеанском регионе там развивалась именно промышленность в огромнейшем совершенно объеме. Что и сделало к 2020 году страны азиатско-тихоокеанского региона настоящей мировой фабрикой.